Сегодня в экономическом календаре. В 9.30 Банк Японии проведет пресс-конференцию, на которой, как правило, обсуждаются вопросы, связанные с развитием экономики страны, уровнем инфляции и изменением процентных ставок. Подобные пресс-конференции всегда вызывают повышенный интерес у трейдеров. В 9.45 выйдет индекс потребительских цен и гармонизированный индекс потребительских цен Франции. Они позволяют оценить уровень инфляции в стране. Снижение показателей по сравнению с прогнозом может привести к продажам евро. В 11.30 ожидается выход важных показателей рынка труда Великобритании. Среди них средний уровень заработной платы с учетом премии, изменения числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы. Превышение ожидаемого уровня зарплаты и снижения. По сравнению с прогнозом, количество заявок на пособие по безработице приведет к покупкам британского фунта. В 12.35 будут опубликованы данные с аукциона по размещению десятилетних казначейских облигаций Германии, которые служат индикатором государственного долга. В 15.30 выйдет базовый индекс цен производителей США, который является опережающим индикатором потребительской инфляции. Превышение ожидаемого уровня увеличит спрос на американский доллар. В 15.30 Канада опубликует объем продаж в производственном секторе, позволяющий оценить силу канадской промышленности, а значит и экономики в целом. Рост показателя сверх прогноза увеличит покупки канадского доллара. В Соединенных Штатах в 15.30 выйдет важный инфляционный индикатор – индекс цен производителей. Снижение значения показателя относительно прогноза приведет к продажам доллара США. Также в это время будет опубликован другой показатель американской экономики – индекс производственной активности New York Empire State. Улучшение показателя увеличит спрос на доллар. Очередное заседание еврогруппы по греческой проблеме ориентировочно состоится в 16.00. В 16.15 в США будет опубликован объем промышленного производства за месяц. Превышение прогноза приведет к росту спроса на американский доллар. В 17.00 Банк Канады сделает заявление о процентной ставке. Ожидается, что она будет сохранена на прежнем уровне 0,75%. В это же время Банк Канады представит отчет по кредитно-денежной политике и прогноз развития канадской экономики на ближайшие два года. В Соединенных Штатах в 17.00 с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. Вероятно, вопрос повышения процентной ставки в ней также будет затронут. В 17.30 информационное агентство энергетики США сообщит о запасах сырой нефти, которыми располагают американские компании. Динамика запасов оказывает влияние на стоимость нефтепродуктов и инфляцию. В 18.15 ожидается выступление главы Банка Канады Стивена Полоза. Реакция рынка будет зависеть от содержания его речи. В 19.25 с речью выступит член ФОМС Лоретта Местер. В 21.00 будет опубликована бежевая книга Федеральной резервной системы, которая отражает существующие в американской экономике проблемы и тенденции. Также в 22.00 ожидается речь члена ФОМС Джона Уильямса. Не пропустите важные публикации по еврозоне. Завтра в 14.45 будет опубликовано решение по процентной ставке ЕЦБ, а в 15.30 состоится пресс-конференция ЕЦБ. Заработайте на динамике евро. Аналитики банков BNP Paribay, Commerzbank предполагают нисходящее движение по паре евро-доллар в долгосрочной перспективе. Не оставайтесь в стороне от важных событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максим Маркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе.